так вот все я произвел затяжку подрезал все выступающие кончики то есть к складке где-то что-то если выступает необходимо убрать подрезать чтобы это потом мешало нам установки подошвы приклеивания так мы в принципе все вот так вот получилось конечно носок не особо красиво был дать получился за те получилось затянуть потому что кожа тут довольно таки толстая плюс мех плюс еще усилитель носка и итоге получилось то что получилось но когда мы установим это все на обувь так вот она будет стоять в принципе в принципе практически не видать складки внизу поэтому я не стал сильно заморачиваться тут мучиться перезатягивать вот так вот но наверное час и останется так как кожа бы еще раз напоминаю толстая у меня здесь один из 16 18 к двух миллиметров то очень сложно затянуть без складок переставим подошву устанавливаем подошву устанавливаем подошву на ботинок так как он должен быть нужно стоять когда поставили подошву дели на ботинок берем ручку для разметка по коже и проводим вот так вот линию по краю подошвы смотрим чтобы подошву стоял ровно продаление проведена можно убрать подошву и вы увидите что от края колодки есть определенное расстояние для приклеивания подошвы теперь нам надо подготовить подошву и саму затянутую колодку к приклеиванию для подготовки колодки я использую вот такой вот дремель с насадкой бур-машинка она еще называется для того чтобы снять кожу заширфовать именно вот в этом месте где будет идти приклеивание т.к. т.к. Субтитры подогнал «Симон» 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 И наносим на подошву Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» На подошву тоже желательно нанести два раза И теперь немного подождав Его необходимо активировать При помощи фена И затем приклеить Подошву к обуви Так, тут он у меня почти подсох И его можно уже активировать АПЛОДИСМЕНТЫ И активируем саму подошву Ну а затем уже приклеиваем Итак, вот и приклеили мы подошву Так, вот что получилось Пока что у нас Затянули на колодку Приклеили Есть небольшие, конечно, тут Доработки Ну, в принципе То, что хотели Того добились То есть приклеили На колодку Здесь затяжка, конечно, немного некачественная Получилась Ну, ничего страшного В принципе Пойдет Так Здесь также У нас Все проклеено Подошва приклеена То есть По той линии Которую мы рисовали Вот здесь Вот помните, да Подошва Как раз Вот по этой линии И проклеена Вот что В принципе Получается Пока что У нас Вот такие Вот ботинки Сейчас нужно Чтобы клей Подсох Он будет сохнуть Примерно Как минимум Часа 2-3 Он нужно Чтобы подсох Он на высыхание У него через сутки И после этого Как клей схватится Подсохнет Можно уже будет Ботинки Снимать С колодок И Прошивать По Периметру Подошвы Подошва Будет не только Проклеенной Но и прошитая Для того Чтобы она держалась Как можно Дольше И качественнее Была обувь По Износостойкости Так Продолжим Наш мастер-класс И Осталось нам Только Теперь Снять Наши Ботинки С колодки И Прошить Их По Периметру Подошвы Так Когда вы Снимете С колодки У вас колодка Станет Вот в таком Вот виде То есть у меня Она Сгибается Потом Ее можно будет Обратно Разогнуть Сейчас я не буду Это делать Потом покажу Так Как Теперь Снимать С колодки Ну Во-первых Убираем Вот эти Наши Импровизированные Временные Шнурки Так Убираем Вот этот Вот гвоздик Большая дырочка Останется Ничего страшного Убираем Язычок Отгибаем У меня есть Вот такая Вот штучка Железная Для того Чтобы можно было Согнуть И снять С колодки Берем И так Сгибаем Так Ну и все Теперь просто Вытаскиваем Ее из колодки То есть она Сразу может Не захотеть Вытаскиваться Но у меня все Вылезно Помните Я вам говорил Про гвоздики Которые вы не оставляли Не нужно оставлять В колодке Если вы их тут Оставите То потом Очень сложно Будет А тут Достать колодку Все Колодка Достанная Здесь у нас Куча дырочек В стельке Ну так и должно быть Мы туда гвоздик Забивали И теперь Нужно будет Прошить Колодки Убираем Пока они нам Не понадобятся Перезаймемся Прошивкой Обувь Практически У нас готова Осталось Ее почистить Принепропитать Осталось Ее пропитать Моей самодельной Пропиткой Я буду Пропитывать Пропиткой С красителем С черным Чтобы Придать Еще больший Эффект Блеска Вот смотрите Я специально На коже Проверил Эффект Данной пропитки Смотрите Вот эта кожа Просто красная Это пропитанная Пропиткой Моей Самодельной Кожа немного Блестит Если ее пошоркать Шерстяной тряпкой То есть она При шоркании Она полируется Сама Появляется Небольшой блеск И Она Не пропускает Воду Вот я Маленько капнул Стираем Ничего Как вы видите Сотру Не остается То есть она Водуотталкивающей Еще имеет Свойства Так Как я наношу Данную пропитку Ну во первых Я просто Натираю Кожу Вот этой пропиткой Даю ей Немного впитаться Сейчас я вам покажу Берем один ботинок И начинаем Натирать Все нанесли Далее Берем обычный фен Технический фен Тут не нужен Иначе вы тут Все пожгете И включаем На прогрев После того Как пропитка Впиталась Берем Искусственный мех И Натираем Так Далее Необходимы нам Шнурки Так как у нас Обувь на шнурках Ботинки И Оставим Сейчас шнурки Довольно таки Длинные Нормальные Должны быть Следующим Последним Можно сказать Заключительным Моментом Будет Работать По созданию Зимней обуви Будет Установка Сюда Стельки Стельку Вы могли Сделать По Тому шаблону Которую я вам Оставлял Тут вверху В экране У меня было написано Сделайте ватман Шаблон По этому шаблону Вы можете Сделать Стельку И положить В обувь Если У вас То есть Ее можно Сделать Из меха И того же Самого Кошкартона Мех наклеить На кошкартон И вырезать Положить сюда Стельку Вот примерно Из такого меха Так как Так как у меня Меха Недостаточно Чтобы сделать Две стельки Поэтому я купил Обычные стельки В магазине Вот такие Тоже Они из овчины Правда беленькие Ничего страшного И Здесь Можно вырезать По этой линии Размечены Где какой размер Вот по меру Если 41 То по 41 Я буду вырезать Так вот И закончился Наш мастер-класс По созданию Кожаных Зимних ботинок Ботинки Были у нас Нарисованы Следующая моделька Немного я внес Коррективу В процессе построения Модели И получилось Вот что Так Показать Чтобы все это было видно Ну то есть Примерно то Что и хотел Я получил Вот такие Вот модельки Они были Сшиты По Классической То есть По современной Вернее Технологии Используя Кожу Мех Подошву Резиновую Прошивную И Выполнены Следующим образом То есть Можно даже В домашних Условиях Прекрасно Шить Любую Практически Обувь Будь то Зимняя Будь то Летняя Обувь Целью данного Мастер-класса Было Показать Поэтапно С чего Начинается И в итоге Что можно Получить В результате Выполнения Всех этих Операций Сразу Хотелось бы Отметить Что Изготовление Обуви Является Очень Сложным То Сделан Поэтому Для новичков Конечно Будет это Довольно Таки Сложно Для тех Кто Занимается Уже Кожей Можете Попробовать Возможно У вас Все нормально Должно В принципе У вас Должно Все Получиться Конечно Первая Пара В любом Случае Не будет Она Идеальная Где-то Будут Какие-то Огрехи Даже У меня Здесь Есть Некоторые Недоработки В этих Ботинках Вот Но Они Были Сшиты Полностью Вручную Без Использования Каких-то Электрических Приспособлений Даже Швейная Машинка И та Была Ручного Типа И В итоге Мы Получаем Вот Такую Вот Обувь Это Обувь Зимняя Она Была Сшита Из Краса 1.6 Не 1.2 1.6 Миллиметров Здесь На носу Даже Больше Около 1.8 Мех Был Использован Овчина Вот Он Мы Разобрали Как Работать С Кожей Как Использовать Кожу И мех То есть Сшивать Как Приклеить Подошву Как Ее Прошить То есть Все Этапы По Созданию Кожаной Убови Своими Руками Я вам Показал И Рассказал В мастер Классе Я Не Претендую На стопроцентную Правильность Всех Технологий И этапов Показанной Мною Но Я лишь Хотел Описать Те процессы Которые Обычно Используются В процессе Те вернее Работы Которые Обычно Сундук Сундук Кожевника Там Вы Можете Приобрести По ссылкам Инструменты Материалы Химию Для Изготовления Изделия Из кожи Ну а С вами Был Кожмастер До новых Интересных Видео Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова